Итак, это Jurassic World's Game, мы с вами продолжаем. Всё-таки нужно сегодня сделать самую главную задачу, закрыть её. А именно, ну, это... Да, это ещё одна фишечка, Indominus Rex Mod 2. Туда мы с вами, естественно, ну, то есть, это через 6 часов начнётся. В этом будем участвовать, то есть, это халява, которую нужно получить. А я говорю про вот эту битву, битву тенанов. Осталось 3 бейджа. Я так понимаю, что у нас с вами ужасающий Indominus Rex набор есть вот здесь вот, но это просто, типа, чтобы к нему важно было приготовиться, видимо. Только я не понимаю, почему Велоцираптор, хотя здесь должен быть, например, Велоцираптор мод 2, чтобы скрестить Велоцираптор и Тираннозавра мод 2 и получить... А, это потому что обычный? Ну ладно, хорошо. То есть, это как бы подготовка. И здесь используются моды, здесь, в этой битве. Что за бред? Ну ладно, хорошо, я сейчас быстренько пройду. То есть, мне, как понимаете, нужно пройти 3 какие-то события, и у нас с вами будет, естественно, битву тенанов. Давайте, а, 3 мода, это, естественно, 3 животных должно быть. Ну, сами понимаете, здесь это даже неинтересно, поэтому я все это быстренько вырежу. Противники очень слабые. А вот, собственно говоря, и сам Indominus. Ну, мы с вами возьмем, я думаю, какой-нибудь простенького. Да даже не Мастатанзавр, Крутозавра будет вполне достаточно. Или, вон, Престазуха. И дальше берем, я не знаю, ну, самое-самое-самое простое что-нибудь вот там. Не знаю, Крикантазавра и что-нибудь отсюда. Берем самые простые моды, опять же, им. Закалка. Незакрушимость единства. Так кайфово, когда ему поменять не на кого некуда просто спрятать Indominus. Он стоит один-единственный. Берешь бонус, он, скорее всего, у тебя влог-бонус. И спокойно сносишь. А, там просто 2 бонуса было. Ну, окей, забираем наборчик. Единственное, что в этом наборе хорошо, это бакси. 150 долларов. Я тут в прошлых выпусках хорошенчик-то потратил. Давайте. Чуть-чуть очков доверия. Я хотел, чтобы удвоение было. Забыл, что нету випки. Да уж, это досадно. Это нужно проходить. 10 супер ДНК, это 10 супер ДНК. Ну, типа, опять я не прохожу, это неинтересно. Так, забираем с вами нам награду. Нет, это нужно забирать обязательно. О, 15 вилл цараптер ДНК. Это нужно забирать обязательно на мобильном, на айфоне, потому что, я говорю, там до сих пор випка. Почему-то работает, я не знаю почему. Ну, скорее всего, действительно, Apple поставила им условие, что они не могут забрать випку у их пользователей, пользователей их девайсов. А этот самый, как у Android, скорее всего, такого не сделал. Как вариант. Возможно так. Ну что, 92 миллиончика. Нужно обязательно сюда зайти, глянуть, что есть. Это все меняем. Нужно, нужно баксы восстанавливать. Я тут, на самом деле, давненько не заходил сюда, пару дней. Еще 78 здесь. Написали про лайфхак, то, что ставишь, например, несколько украшений. Каких-нибудь, да? Ну, или апатозавр там, или еще что-нибудь. У нас с вами есть для этого дела. Мы сейчас можем попытаться поставить что-нибудь крутое. То есть, это будет через... Подожди. Не все строения, а это будут украшения. Вот такие вот. И, естественно, они должны давать проценты. Апатозавр это вообще что такое? Мне интересно. Апатозавр... Фигура апатозавра это вот это вы имеете в виду. 5 процентов, да? А вот у меня есть, например, часовые башни. То есть, мы их с вами ставим. Так, установили. И следующая задача, то, что мы должны сделать, это... Собрать их и убрать. И система должна посчитать, что они нам не нужны. И это значит, что их можно у нас купить. Типа, ну... Типа, нам предложат за них баксы, да? Так, миллион шестьсот нет. Давайте обновляться. Посмотрим, что будет. Он предлагает купить парк земля за пять тысяч баксов. Мне как-то кажется, что это в обратную сторону сработало. Вот. Чудесный лабиринт. Ну-ка. Еще баксы за 289 очков доверия. Хорошо. Ну, то есть, мы давно окупились. Вот эти все обновления окупили. И уже идем в плюс. Девять тысяч вернули. 167 долларов. Слушайте. Ну, это никак не связано. Фигуру апатозавру можно продать за еду. Ну-ка. Нет, ну сегодня в этот заход не пришло никакого предложения. Может быть, в следующий заход будет. Опять же, смотрите, можно купить скелет за ДНК. Нет, нет, нет. Здесь ничего такого не было. Доступно до трех сделок в день для VIP. А не VIP. Доступна одна. Ну, понятно. Ладно, хорошо. Нет? Больше? Подожди. А, нет. Для VIP доступно обновлять их за баксы. То есть, это сумасшествие, которое, мне кажется, этим сумасшествием никто не пользуется. Просто никто. Так что, друзья, не нужно нам этого. Забираем здесь. Здесь просто ДНК, да? Я даже не посмотрел, кто там может выпасть. Ну, чтобы не огорчаться. Вдруг там набор какой-то мог быть. Дальше можно заказывать это набо. Нет, я здесь не могу. Это нужно зайти с мобильного опять. Хорошо. Ну, хотя бы юду закажем. Закончилось событие. Хищник с лайками в фейсбуке. 10 тысяч лайков, ты, брази. Ну, это что-то как-то очень мало, мне кажется. Сколько у них игроков, интересно, раз 10 тысяч лайков. 100 тысяч? 10 процентов? Чуть больше 200 тысяч, может быть. Что-то как-то маловато. Ладно, хорошо, это все закрываем. В том плане, что, ну, обычно это поддается какой-то арифметике. Если, например, условно 100 тысяч просмотров, ну, там 10 тысяч лайков бывает, но в основном там, ну, от 5 до там 7 тысяч лайков собирается, да? Вот, порой 10 тысяч. Ну, вот, что-то типа того. И поэтому я так посчитал, что у них, возможно, что-то такое же. Давайте забираем, наконец-то, Индораптора. У нас, ну, мы будем к этому стремиться. Скоро появится, так это назовем, второй Индораптор. Индораптор мод 2. Мы, кстати, для этого все делаем. А эти Индорапторы нам нужны просто для того, чтобы поднимать мощь нашего парка, чтобы у нас было больше хищников, которые мы с вами можем использовать в всяких разных сражениях. Опять же, здесь можно забрать вкусняшки. В той же дрожжи земли. То есть парк должен быть мощным, сильным, у нас должно быть большое количество насильных динозавров. Именно ради этого играем. Именно это постоянно и делаем. Так вот, по событиям. У нас с вами ДНК награды, Мегистатерий. ДНК награды это вообще легко, то есть можно быстро это пройти. Вообще не парясь. Кстати, да. Ладно, давайте так и сделаем. Ну что, у нас с вами недоступно было вип-событие. Пришлось на Мегистатерия проходить. У меня очень мало конной зойски. Напоминаю. А, черт. Так хотелось, чтобы удвоилось. Ну, нужно заняться будет обязательно. Нужно будет. Но самое главное, мы наконец-то с вами разблокируем битву титанов на сигнозавра. Пять битв. Я так понимаю, что первые... Ну, они все такие средненькие будут. Мне кажется, они все будут средненькие, не очень сильные. Поставим с вами вот таких вот. Сейчас должны проходить. То есть тут не должно быть, в принципе, ничего такого запредельно сложного. Ну, я даже имею в виду, в самом конце самая последняя битва. Но мы посмотрим, кстати. Но самое главное, это просто получить его. Я... Это то, чего я пытаюсь добиться уже, может быть, года полтора. И именно из-за этого я в какой-то момент бросал игру. Потому что вкидывал сюда бакс, участвовал в турнирах, заказывал его за реальную валюту в этом самом классе. Ну, в призах. Там же можно выбрать и купить 10 карточек за реальную валюту. Там покупал. И он даже там не приходил вообще. То есть я этого сигнозавра пытался вывезти черт знает сколько. Потом мне это надоело. И я все к чертовой матери бросил, чтобы перестать деньги тратить, естественно. Вот. А сейчас, спустя такое количество времени... Кстати, да. Когда я бросил, мне писали, что там битва титанов на сигнозавра. Но я только решил, все, я не вернусь. Ну, и вернулся, естественно. Ну, и слава богу, что еще одна битва титанов. Что за нее проголосовали. И нам все-таки дали возможность его получить. Потому что, все-таки, сами понимаете, это одно из самых, получается, сильных травоядных... Ну, я имею в виду сигнозух гибрид. С действительно очень большим количеством урона. Ну, как видите, первая битва была очень простая. Я так понимаю, что следующие будут точно такие же. Так что увидимся в последней схватке. Ну что, последние битвы я сейчас не буду особо тянуть. Просто берем сильных, сносим их и забираем нашего сигнозавра. Так не хочется сказать сигнозуха, постоянно оговариваясь. Но нет, пока что это сигнозавры. Их еще нужно будет вывезти. То есть, естественно, если не ошибаюсь, у меня парочка вроде есть. Может быть, штук шесть нужно будет вывезти, да? То есть, ну, естественно, одного мы получим с вами с набора. Очень жалко, что не получим двойное количество очков доверия, как раньше. Это прямо обидно. Так, а как тазаврик, лети-ка отсюда. Поменялся, называется. Я думаю, мы спокойно одним интераптором снесем. Зачем я все это набрал, сам не знаю. Можно было бы оставить на Дружземле. Ну, правда, я в первый день редко пытаюсь набрать большое количество очков, так где-то. В 200-300 набираю и забиваю. Но нужно эту Дружземле тоже обязательно проходить, которая будет сегодня. Которая будет все выходные. Так. Ну что? Набор. Черт, как? Как долго я этого жду? Вы не представляете. Не, ну, я на самом деле очень рад и очень доволен. Впервые за долгое время в этой игре. Неплохо. 5000 ДНК. С собственной персоной. Ну и 1300. Да, 1300 без удвоения. Нам нужно 37 тысяч, как помните, чтобы, ну, опять взять, естественно, два наборчика. Единственная проблема. Давайте его вон отправим. Единственная проблема. А, нет, это можно покупать, да, все правильно. Можно покупать без випки. У нас сейчас телокосмил. Я телокосмилов не очень хочу. Можно было бы, ну, типа такое. Кого-нибудь другого бы. Вот подождем, как раз накопим. И тогда, естественно, заберем. Ну что, а нам остается просто ставить его выводиться. Здесь у меня, правда, стоит парочка красавчиков с прошлого, как раз с выпуска. Сам не знаю, нафига поставил. Они не шибко-то нужны. И, наверное, мы с вами выберем через травоядные. Найдем его здесь. Он где-то должен быть. Ну, сейчас пока что идут за ДНК. Брахио, Маргазавр, Паразавр, МОД-2, Сигнозавр. Активируем. И мы же должны выводить. А, ну да, там было как раз сообщение о том, что мы теперь можем выводить. Все хорошо. Давайте проматываем. Смотрим, сколько он нам будет стоить. По идее, не так дорого. То есть, примерно так же, как все остальные. Где-то там, наверное, по 6-7 тысяч. А, это все бесплатно, бесплатно, бесплатно. Стоп, подожди. Где он? Да, вот он он, господи, в самом начале. 7500 тысяч. Ну, да, это не очень дешево. Опять же, нужно будет, наверное, подождать какую-нибудь акцию, либо скидок, либо еще что-то такого. Я хочу посмотреть, есть ли у нас хотя бы один выведенный, но должен быть. Вроде я их выводил. Залмаксис, Армаргазавр. Вот у нас как раз 20-го уровня. И один 10-го. То есть, у нас с вами их трое. Это хорошо. Это значит, что всего пятерых нужно будет вывести. Сейчас мы с вами двоих поставили, и это остается еще трое. Ну, слушайте, нормально. Я думаю, что, может быть, даже сам, ну, там, немножечко за бакса ускорим, как вариант. И чуть-чуть останется, и у нас с вами все будет. Потому что постазух 40-го уровня, он, правда, не готов. Но выводить постазухов мы можем, плюс у нас их 14 штук. То есть, с этим вообще никаких проблем. Но, честно говоря, я так долго всего этого ждал, что... Что-то как-то не очень хочется ждать еще столько же. Это получается... Сейчас, подождите, 3000. 3200. Забираем с вами. Тут не так много нужно, честно говоря. Это у нас получается 30-й. Давайте сейчас быстренько начинаем эволюцию. Старт за баксы. Посмотрите результат. Не повезло. Я просто думаю, взять и сегодня вывести. Почему бы нет? Я понимаю, что я потрачу баксы. Я понимаю, что... Ну, как бы, это дорого. Но я ради этого баксы и фармлю. Исключительно ради этого. Чтобы делать гибридов. Чтобы делать быстро динозавров. И чтобы они помогали мне снимать выпуски. Что еще? Куда еще могу потратить это дело? Просто так копить на цифрах и смотреть. Это бред. Вот именно на это. Какого черта первая эволюция занимает столько попыток? Игра. Ты что? Акстись. Так, и это на самом деле сейчас у меня с... Да, будет проблема из-за этого, честно говоря. Давайте еще раз эволюция. За 80. Давай с первого раза, а? Вот зараза. Ну, давай. Все хорошо со второго. Мы получаем с вами 30-го. Размещаем. Естественно, откармливаем. Нужно забрать вот здесь вот 100 баксов обратно. 5700. Ну, и, естественно, забираем. Это у нас получается там 4. Это 5-й. И нам нужно еще троих. Ну, и это последний. В общем, смотрю я на это дело и понимаю, не хватит нам сегодня баксов. У нас осталось 664 доллара. Не хватит на то, чтобы все это дело вывести. Потому что, помимо всего прочего, нам нужно вывести пастазухов. И, собственно говоря, подожди, ну мы можем сейчас, наверное, это закрыть. Выйти вот сюда. Выйти вот сюда. Еще раз набрежать на гибрида, на пастазуха. И поставить плюсик. Давай. Ну, хотя бы так. Пускай выводится эта парочка. Тут, как видите, всего 12 часов. Но это хотя бы не по 7 дней на каждого. То есть пастазухов, хорошо, я потерплю. Это довольно-таки быстро. А вот терпеть сигнозавров, сколько там получается, еще 2 недели. Это очень долго. Зато мы с вами сегодня получили всех сигнозавров, которые нам нужны. И, в принципе, может быть, в недельку уложимся и сделаем. Может быть, в следующем выпуске сделаем. Может быть, через выпуск. То есть, таким образом у нас абсолютно точно появится свой собственный сигнозавр. Ну-ка. Что ж ты не хочешь нормально эволюционироваться? Но так как у нас все равно, да, сейчас нет возможности это провернуть. Мы оставим вот так вот. Я зайду с мобильного телефона и эволюцию проведу таким образом. Давайте сейчас еще раз в гавани заглянем. Может быть, что-то появилось, обновилось. Нет, здесь ничего интересного. Эта монета, эта глупость. Нужно сейчас закрывать ежедневку, чтобы получить 55 долларов отсюда, 55 долларов отсюда. Естественно, таким образом собрать моду нужно. Участие в пвп и водное. То есть, чтобы можно было хотя бы 110 долларов вернуть. Причем, если уж на то пошло, то просто все за рекламу смотреть, участвовать. Ну-ка, друг мой, подожди. Давайте вот это вот откроем. И давненько я действительно моды не собирал. Сегодня с модами были у нас бои. Я так смотрю, что-то мне ничего интересного нет. Ну да, у нас появилась парочка дорогих вот именно золотых модификаций. Я их покупал в гавани. А вот таких вот у меня очень много было потрачено. Здесь в редком, когда их часто и много крутишь, приходят супер редкие на самом деле. И приходят хорошие супер редкие, такие как клон или, как он называется, отмена. Вот, клон, либо отмена, если не ошибаюсь, да. И это самые важные, потому что их удобнее всего использовать. Ну, клон сами. Вы сами помните, как клон шикарно работает. Просто берешь супер слабого против супер сильного и ставишь клон. Далее. Это все ерунда, это нам не нужно. Так, мы с вами выполнили. Ну и сейчас пвп задание. Я думаю, а может быть просто ради разнообразия зайти и сразиться в пвп схватки? То есть у нас же с вами... Нам нужно морскую, да? Это с модами, это без модов. Они сейчас просто простаивают. В пвп схватке тоже можно получить что-нибудь интересненькое. Возьмем с вами сильных. Можно слабых брать. Ай, блин, за бакса начал. Надо было за рекламу. Приходят примерно такие же. У меня тут основной интерес заключается даже не в том, что вот... Насколько сложно будет пройти. Мы пройдем. Я на это надеюсь, кстати. Сейчас, возможно, и не пройдем. Посмотрим, что будет делать. Он может пробить в два удара и просто забить генодуса. Но тогда мы с вами его спокойно спиливаем. Да. И это нам с вами дает очень хорошую возможность пробить Декадерму. Дальше он пробить не сможет, потому что слишком маленький урон. У Артакона все-таки в трепище здоровья. Давайте. Два удара до свидания. Бонус. То есть если он даже будет менять, то это ему ничего не даст. Он только потеряет ходы. Лептостега. Его вариант это бонусы брать. Я так думаю. Не знаю. Но он меняет. Я у вас Мазавр. Он наносит удар. А для чего? А зачем? Мы даже менять не будем. Мы в три удара пробиваем его спокойно. Берем бонус. Ну и в принципе все. Битва закончена. Это прикольно. Я хочу посмотреть, какая награда придет. Здесь все-таки тоже есть хорошие награды в пвп-схватках, но там колесо призов. Тут-то повезение. Повезет, не повезет. Придет ли что-нибудь вкусное, прикольное. А он разве не пробивал меня в три? 1800. Он ведь мог и в три пробить, просто забить Артакона. Но он может быть думал, что у меня какие-то, не знаю, там блоки стоят. Как вариант. Окей, Лептостега улетает. Ну. Видите, у нас с вами здесь есть награда в 500 баксов. Это, конечно, вон она еще, нет, от 50. Но это очень редко, скорее всего, такое что-то может прийти. Там шанс, наверное, просто запредельно низкий. Кстати, можно крутить за рекламу. Давайте. Плюс набор Легенды Океана. Ну, то есть, вот он мне точно не нужен. Мне нужны баксы играем. Дай баксы. Баксы. Ладно, еду. Тысяча ДНК там крутится. Ну, то есть, есть смысл это покрутить. Давайте сейчас еще один пройду. И посмотрим, может быть, все-таки придет что-то. Но тут компьютер нам подыгрывает. То есть, две Лептостеги. Но он, естественно, сейчас поменяет. Но это прям совсем просто. Будет классно, если пробьет. Нет, все-таки меняет полторы тысячи. Гинекаприон. Фига себе. Подожди, это же гибрид. Там Гинекаприон. А это Гинекаприон. Он с кем-то совмещен. И он очень мощный. Мы тебя не пробьем, но я поменяю. Возьму два бонуса. Пускай тоже меняет. Слушайте, нужно себе будет такого вывести, наверное. Хотя морских у меня достаточно. Мне нужно заниматься гюрскими и, естественно, гинекаприонами. Вот эта штука, конечно, у него во рту. Вот эти странные-странные зубы. Ряд зубов. Он мне крайне непонятен. Нужно посмотреть, вообще для чего это было. Может, я не знаю, палеонтологи, когда гинекаприона нашли, собрали его неправильно. Я сейчас даже загуглил. Впервые описано Карпинским в 1899 году. Основой для описания послужила так называемая зубная спираль, найденная в Пермской губернии в 1897 году краеведом Бессоновым. Зубная спираль гинекаприона – одна из самых загадочных окаменелостей пермского периода. Она представляет собой серию острых зубов-лезвий, имеющих общий спиральный свернутый корень с 80-90 зубами. Однако совсем недавно ученым-палеонтологам удалось все-таки установить внешний облик гинекаприона. Были обнаружены хорошо сохранившиеся окаменелости, на которых четко были запечатлены верхние и нижние челюсти животного. Специалисты с помощью компьютерной томографии воссоздали трехмерный облик палеозойской рыбы. Современные рыбы не дают нам никакого представления, точнее, вообще, примера подобного зубного оснащения, но и, скорее всего, такие зубы использовались для того, чтобы разрывать толсто-чешуйных рыб. Блин, экскурс в палеонтологию. Мне самому просто стало безумно интересно, я просто полез на Википедию. Википедия, на самом деле, не лучший источник палеонтологической информации, потому что, сами знаете, очень многие статьи правятся черти кем и пишутся черти кем, поэтому доверять им очень сложно, но в этом случае я думаю, что здесь все, в принципе, нормально, потому что, ну кому нафиг нужно что-то здесь портить? Тем более, здесь есть ссылки на определенную литературу. Вообще, это, на самом деле, очень интересное существо, очень крайне необычное с этой спиралью, вот именно вот этим типом зубов. Сейчас у нас с вами такого ничего нету, именно поэтому она выглядит так, настолько необычно и настолько захватывающе, даже как-то не верится, что такое могло быть. Ну что, последняя схваточка, давайте. Морская, ПВП. Пойдемте, может, что-нибудь хорошее получим. А что мы сейчас получили? Я заболтался и даже не заметил, что я нажал, честно говоря. Ха, опять очень странные суперредкие соперники. Ну окей. Я реально хочу посмотреть, что мы с вами получим. Прикольный разворотик. Я давно уже не видел всех этих ударов, вот именно в замедленном варианте. Так вот, хочу посмотреть, что мы все-таки получим. И будет ли возможность еще раз за рекламу прокрутить повторно, потому что, мне кажется, я то ли не получил второй такой возможности, то ли случайно что-то нажал, и она просто скипнулась. Ну-ка, бакс. Тысяча, тысяча ДНК. Это хорошо. Да, я, видимо, просто закрыл. Ну, посмотрим окей. Может быть, второй раз повезет. Сто баксов? Ха. Слушайте, в этом нужно участвовать. Почему я раньше не участвовал в ПОП? За рекламки, так вполне. Вот здесь я не могу участвовать только с телефона. Сто баксов, значит, да? Нет, вас мы трогать не будем. Ну-ка, сигнозаврик, давай. Скотина драная. Ты что издеваешься? Я хочу сегодня его сделать. Ну, это просто, это бред. Это такой бред. Такая подстава от игры. Это первая эволюция. А у нас нету моменталки здесь. Может быть, на айфоне. Представляете, еще и вот этому нужно так же эволюционировать. Ну окей. Нам сейчас, в принципе, баксы нигде не нужны. То есть, это не впилось. У нас все в порядке в этом плане. Ну, естественно, в ноль тоже уходить нельзя. Баксы нужны по пять баксов на битву в дрожжи земли. В Индоминусе. Ну, ничего страшного. Давай же, господи, это какой-то мрак. Эта игра просто издев... Ты посмотри, что она творит. Это просто издевательство. Просто выкачало сегодня девять косарей. И продолжает качать. Интересно, какой там шанс на это дело? Что разработчики покрутили? Ну, с другой стороны, да. Они вернули возможность тебе в большом количестве баксы зарабатывать. Ну-ка, за 80. Да уж. Да, дали возможность тебе зарабатывать, но при этом... Здесь, конечно, видите, что творится. Все, хорошо. Ставим. Я загляну это дело. Активирую позднее. Забираем наш набор. Получаем улучшить. Я бы с удовольствием, друг мой. Меня выкинул из игры, но это не отменяет того, что нам все обратно пришло. 55 долларов. То есть у нас есть 163 доллара. И я их сейчас тратить не буду, как я сказал. Я их буду использовать исключительно в дрожжи земли, которая начинается довольно-таки скоро. Ну и там, может быть, в PvP еще поучаствую, чтобы можно было еще немножко формануть. Забираем с вами это добро. Потихонечку фармиться у нас с вами здесь ДНК. То есть, ну, тут 16 тысяч нужно. Еще 2 200. Я думаю, наберем со временем. Ну, а на этом пока что все. Если понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Получили с вами сегодня, наконец-то, сигнозавра. То есть, вот это, вот этого гада я пытался получить... Черт знает сколько времени. Сколько всяких разных турниров. Сколько разных вот этих вот наград пытался получить. За деньги покупал, за реальные. И вот только сейчас у нас с вами появляются все сигнозавры, чтобы сделать сигнозуха. Ну, пока что еще нету 40-го. Ничего-ничего, он появится. Все будет хорошо. Я думаю, что в ближайшие выпуски мы к этому придем. На этом пока что все. Если понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Удачи, друзья. Пока. Увидимся в следующем.